Всем привет! Меня зовут Олег Бородин и сегодня мы с командой открываем пекарню в Краснодаре. Мы зайдем на точку, посмотрим, как она выбиралась, какой там трафик, как идет подготовка к открытию, как идет работа с пекарями и продавцами. И обязательно разберем все проблемы, которые есть на данной точке. Вперед! В чем плюсы и минусы подобной локации? Начнем с минусов. Минус заключается в том, что поскольку это глухой спальник, прям действительно здесь только дома и ничего больше, никакого офиса, никаких остановок, никаких пересадок. В связи с этим людей нужно покупать в долгую. Покупать в хорошем смысле этого слова, доказывать свою значимость для них, качеством, ассортиментом, вежливым обслуживанием, сервисом. И тогда клиент появится у нас и появится он не как обычно, когда мы сидим на трафике смешанном, когда люди просто прошли и зашли, а все-таки потихонечку будут узнавать о нас и заходить, потому что есть уже сформировавшиеся тропы. Тропы, они связаны с тем, что люди ходят в якорнике, якорником здесь является магнит. Поэтому про нас будет узнавать не с на сколько, а постепенно. Но в то же время уже люди заходят. На технический запуск уже была выдержка 15 тысяч рублей. На самом деле, я думал, что будет чуть поменьше, но в то же время, опять же, без промо, без какого-то люди заходили. На самом деле, весь минус, он связан с локацией и тем, что раскрутка будет не моментальная, она будет долгая. Нужен маркетинг. Плюсы. Плюсы заключаются, опять же, в том, что это спальник. И если мы завоевали доверие клиента один раз, он будет ходить к нам все время. Хлеб – это продукт ежедневного употребления, и магнит променяют на нас. И это очень замечательно, и это очень хорошо. Средний чек, как правило, в таких районах тоже выше. По локации, что интересно, вы здесь видите достаточно красиво. Аллейка небольшая. Здесь очень много мам с детьми. И если возвращаться к минусам локации, то во время плохой погоды, когда дождь идет, мамы с детьми либо зайдут к нам, либо переждать дождь, либо, наоборот, уйдут домой. Что тоже отражается на трафике. Все-таки смешанно, когда мы на остановке, люди пробегают в любом случае на работу, либо с работы. Есть еще один большой, огромный минус. Точнее, это риск. И этот риск подтверждает необходимость франшиз и полезность франшиз. Дело в том, что уже после открытия начали ходить слухи о том, что здесь будет строиться забор. Дело в том, что здесь хорошая территория, но не с другой стороны. И вот этот дом и второй дом хотят построить большой двухметровый забор. Если это будет действительно так, то можно считать, что в пекарне крайне деться. Трафика не будет. Большинство людей, которые приходят к нам уже сейчас, они живут не в этом доме, а как раз вот в этом спальнике. И в том спальнике, если от них будет отгорожена стена, это будет минусом огромным. Будет расчет только либо на продажу какими-нибудь ресторанами, кафешками продукции и небольшая часть местного населения. Либо вообще нужно вести речь о переезде, либо открывать под эту площадь сразу несколько торговых точек и возить туда. Потому что, в принципе, арендная плата комфортная. Почему я говорю, что это плюс такой сомнительный, но плюс для франшизы? Сейчас мы этот опыт поимели, уже знаем, что действительно такое может быть. Раньше это, как условно говоря, теоретически, много рисков в жизни теоретически. Теперь знаем, что такое реально случается и может случиться с нашим партнером, что не очень хорошо. Теперь мы каждый раз, когда будем говорить о многоквартирных домах, будем проводить небольшой анализ и спрашивать, управляющая компания, как минимум, не планируется ли здесь каких-либо реконструкций с дворового территории. Вот этот кейс записываем смело во франшизу и распространяем на всех своих партнеров. Подобных кейсов достаточно много, они всегда попадают в общую базу и каждый раз при новом открытии проверяются на новом партнером. Это плюс. Ну что, пройдем внутрь, посмотрим, что у нас там по выпечке. Сначала шло производство. У нас здесь был брак нашей фамилии. Не была сведения сцептурой. И сразу же сделали второй замес уже с полностью сведения сцептурой. Обязательно запуске даем возможность пекарам проработать самостоятельно, а не под нашим присмотром. Ну и бывают такие казусы. Для этого мы выезжаем, чтобы все вовремя управлять. Продолжается у нас здесь с запуском. Вот наши гости. Аккаунт обучает продавцов. На данный момент выручка 17 тысяч. Включить то, что порой самокупаемости за 15 тысяч, мы уже прибыли. Это всегда радует. Андрей, Елена, поздравляю с запуском фамилии пекарня в Краснодаре. Задам вам несколько вопросов. Первый вопрос. Почему вообще пекарня? Потому что давно хотел свое дело. И хотел связать свое дело именно с выпечкой, потому что я люблю печь. И года, наверное, до больше пяти лет было такое желание. Выбирал самостоятельно это делать или взять франшизу. Ну, понял, что самостоятельно очень со многими трудностями я столкнулся. Поэтому решил выбрать франшизу. Пожелание какое-нибудь для будущих партнеров? Может быть, напутственное слово какое-нибудь? Ну, партнерам хочу сказать, что бояться в лес не ходить. Если уже залезли в эту лямку надтянуть, нужно развиваться, нужно глубже копать, внедряться в это, конечно, и не опускать руки, даже не сдаваться. Потому что если на первоначальном этапе сдадимся, то уже проиграли за летом. Тогда нет смысла в это лезть все рядом. Спасибо вам большое. Поздравляю еще раз. И успех. А вас в днем рождения еще раз. Спасибо. Как оно часто бывает, во время запуска совершенно не до записи видео, либо фотосъемок, сторис и так далее, потому что нужно следить за работу продавцов, нужно следить за работу пекарей, координировать определенные вещи. Конечно, в данном случае был аккаунт-менеджер, и этим занимался он, но у меня была часть по встрече. И за этот день я провел 6 встреч, включая текущего партнера Юрия, с которым мы проездили примерно 2 часа по городу, посматривая потенциальные локации, разбирая их плюсы и минусы. Вчерашний день, день открытия, мы закончили с выручкой 24603, 292 чека и 84 рубля средний чек. Это хороший показатель для этой локации. По количеству чеков, по выручке, тоже неплохой. Средний чек, я думаю, можно увеличивать. Что сегодня? Сегодня отстаем на 50%, хотя сейчас утро, 10 часов, и отстаем, потому что сейчас в городе Краснодар идет дождь, холодная погода, и это минус для прогулочного трапика. Ну что ж, старт положен, это хорошие показатели. Наша задача, как минимум, держаться на этой планке. Задача максимум, конечно же, увеличивать выручку с каждым днем. И есть план, в том числе план, касается прироста выручки с помощью хореков. За год у меня было достаточно много встреч, когда потенциальные партнеры кушали продукцию. И только три на моей памяти высказались, что наша продукция не соответствует их требованиям и представлениям о хлебе. В большинстве случаев это были люди, которые делают сами хлеб ремесленный, на заквасках, специальные зерновые, но это домашняя выпечка. Этот уровень сложнее. Действительно, вкус хлеба отличается. Но что мне понравилось? Люди, с которыми я встречался, не на мыске, попробовали как раз продукцию, сказали, что не айс. Но такое иногда бывает, когда идет отработка, и продукция действительно может получиться не очень хорошая. Обучение пекарям, все дела. Так вот, вчера эти же потенциальные партнеры приезжали на точку в Краснодар, кушали нашу продукцию, и хлеб уже нашим партнерам потенциальным понравился. Это лестно, потому что действительно люди, требованные хлеба, и когда мы отвечаем требованиям высоким, это подкупает, и это надо. Ну что, я пожелаю своим партнерам удачи. Я, конечно, не сделал еще небольшие свои маленькие задумки. Я хотел протестировать хлеб конкурентов, и хлеб наш в прямом эфире, но, извините, на это пост-напаст не было времени. Партнерам, как я уже сказал, свои удачи, успехов, и беззаботной дальнейшей дороги и строительства сети Фомини Пекарни. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok